Интерактивный мастер-класс о классике просто для учащихся начальных классов 1-й школы Волхова и гимназии номер 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова прошел 26 февраля в Большом зале Волховской детской школы искусств имени Василия Максимовича Максимова. Дорогие друзья, наши мероприятия проходят в рамках проекта «Окно искусства» при поддержке президента Лукьянова. Дорогие друзья, наши мероприятия в Большом зале Волховского фонда культурных инициатив, местные СМИ, газета «Волховские огни», одно из старейших изданий, прошу обратить ваше внимание, что на территории Ленинградской области, в области муниципального района это старейшее периодическое издание новостей, так что это тоже очень такой значимый эпизод истории, который я считаю нужно узнать и помнить, особенно для ленинградцев, тех, кто проживает в области непосредственно в области муниципального района. Сегодня наша тема называется «О классике простых». Очень часто есть мнение и очень часто говорят, что классическая музыка – это что-то сложное, это что-то скучное, это что-то нудное. И вот я сейчас сколько слов сказал, и уже кажется, что сейчас что-то будет неинтересное, и мы сейчас все тут с вами заснули. Помнишь, но на самом деле я бы хотел, чтобы мы вместе с вами порассуждали на тему того, а что же такое классическая музыка, почему она классическая и откуда она появилась. Молодые музыканты Николай Вакула, ассистент-стажер Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корского и Александр Япинин, концертмейстер ансамбля «Русский микс», рассказали ребятам о классических произведениях, познакомились с музыкальными инструментами. Знакомство с языком и выразительными средствами музыки, инструментами и композиторами было построено в форме живого общения. Ребята называли имена великих музыкантов, наперебой спорили об отличиях аккордеона и баяна, слушали фрагменты известных классических произведений, а также пробовали себя в качестве музыкантов на сцене. Подарком для ребят стало виртуозное исполнение классических произведений на баяне и рояле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Основная задача молодых музыкантов. В минувшем году проект «Окново искусство» получил грант президентского фонда культурных инициатив. В рамках проекта в Волховском районе провели 14 концертов в 7 домах культуры.